Всем доброй ночи, мои дорогие подписчики. С вами опять Владимир. И я хотел провести свой очередной ночной влог. Как вы знаете, я по традиции люблю делать такие ночные прогулочки. Вот. И сегодня я хотел бы поговорить о моей жизни, о моих планах на будущее в Японии. И давно я не делился своими, так сказать, мыслями на этот счет. Это, наверное, связано с тем, что вот, как вы помните, я делал видео. Это было днем, я как раз-таки вот ходил по улице и говорил, что у меня некая такая депрессия. Так вот, она у меня, можно сказать, так продолжилась, но не в таком сильном ключе уже, как раньше. Уже намного легче, но тем не менее, она все же есть. Это все-таки связано с тем, что у меня какой-то настал тупик в том плане, что мне делать дальше. Вот. Но я сейчас определился, что мне делать. Я нашел очень хороший выход для себя в плане работы. То есть, у меня есть работа, но она не приносит таких огромных денег, как мне хотелось бы. Вот. И сам блок не приносит таких больших денег, чтобы прям получать от этого прямого. Прям там тысячи долларов ежемесячно. Конечно же нет. Ну, а на Японию надо много денег. Нужно хотя бы три тысячи долларов в месяц, чтобы содержать свою семью, хотя бы минимально. Вот. Так что, такие пироги. Ну, я нашел для себя выход, наконец-таки. Сейчас. Буду больше стараться. И больше зарабатывать. Вот. Какие последние новости я хотел с вами поделиться. Аки купила себе машину. Вот. Естественно, не без моей помощи. Купила себе машину. Когда я себе куплю машину, это еще не скоро, потому что я не хочу себе покупать какую-то какашку там за пару тысяч долларов. Даже за пять тысяч долларов не хочу себе покупать. Ничего себе купить какую-нибудь крутую. Вот. А еще, а еще. Я скоро, как я уже говорил, буду участвовать в чемпионате, который называется Ark Revolution Cup. Он пройдет в местном Sega-центре. И я буду участвовать в нем. Я уже зарегистрировался. Там будут три дисциплины. Persona 4 или Persona Golden. Я не помню, как она точно называется. Guilty Gear XRD Sign и Blaze Blue. Да, Blaze Blue. Будут три дисциплины. Все эти три игры, они созданы на одной компании. Arc System Works. Эта компания устраивает чемпионат. Я не знаю, какой призовой фонд. Но, тем не менее, я буду участвовать. Сегодня я много тренировался. Сыграл где-то 50 матчей. Вот. Все было круто. Вот. Что еще? Ну, кстати, я забрал реально в темное место. Такое. Сейчас, наверное, будет шум в камере. Вот. Довольно стремно. Хорошая у меня камера, согласитесь, в темноте хорошо снимает. Я очень этому рад. Обычная бы какая-нибудь камера за 300 баксов выдавала бы ужасное говно. Но эта камера выдает неплохой картинку. Выдает неплохой картинку. Ой, за мной гонится дед. Ааа, бежим, бежим. Вот. А еще я хотел рассказать сейчас историю такую небольшую. про привидение на ночь. То, что мне больше ничего вообще не приходит в голову. Вот как раз таки будет очень классно, потому что мы сейчас рядом с кладбищем рассказать про привидение. В общем, у меня был уже ролик на эту тему, но он очень старый. Его посмотрело очень мало людей. Это было очень давно. Ну, а сейчас как раз время снять, я думаю, в подходящей обстановке. Это видео. Такой вот храм. У него был, помните? Там очень красиво. Вот. В общем, была такая вещь у меня один раз. Как-то раз я поехал в гости к своему профессору, к знакомому профессору, который жил в Якогаме, еще когда я жил в Токио. Значит, он меня пригласил к себе в гости, чтобы просто, ну, пообщаться, все дела. У нас очень такие схожие интересы. Он физик-ядерщик. Я тоже увлекаюсь. Физикой и наукой, в принципе. Нам было о чем поболтать. Ну, и вообще там обсудить разные нюансы. Японию. Учебу. Вот. И, значит, он говорит, ты можешь у меня оставаться ночевать. С утра уедешь, все окей. Я говорю, ну, хорошо. Это такая большая просторная квартира. И, значит, я захожу в комнату, смотрю, просто обычную комнату. Вот, знаете, вот, обычные комнаты в Японии. Вот, четыре стены. И все. Четыре стены, сбоку вешалка. Для одежды. Такая, знаете, вешалка из двух таких, просто палок. Точнее, с трех палок. Две по бокам и одна посередине. То есть, ничего на ней нет. Даже она как бы не в виде шкафа, просто вешалка. И все. Больше ничего нет. Ну, и стенной шкаф, в котором тоже ничего нет. Просто ставни вот такие. Задвигающиеся вот эти дверцы закрыты. И все. Больше ничего нет. Но я чувствую, что эта комната, она просто какая-то. Ну, вот вообще. Вот я вот вам честно говорю, я никогда в жизни не видел никаких проявлений. Мне только один раз было в жизни, что я в детстве, когда мне было там четыре или пять лет, я видел какую-то черную голову или какой-то силуэт в окне. И тогда я очень испугался и убежал к маме. И сказал, мама, мама, я видел какого-то черного дядю в окне. Вот. И больше такого я ничего никогда не видел. Кстати, так смешно, я об этом рассказываю. И такой крест православный тут надо мной. Может, видите, вот там черный крест. А, не видно. Ну, может, вот так, видите. Все, камера не фокусит. В общем, вот там церковь. Так странно об этом говорить. Я почему-то в этот момент фильм Ви вспомнил. Вот. Значит, я переночевал. Переночевал в этой комнате с таким страшным каким-то чувством. Я очень с большой тревогой засыпал и постоянно так опошился в телефоне, потому что он как-то меня успокаивал. То есть телефон каким-то был моим вторым другом, который как-то как оберег такой был в тот момент, который меня защищал от каких-то злых духов. Но потом произошло следующее. Я переночевал, встал такой бодренький, без какого-либо такого негативного осадка на этот момент. Но потом случилась другая фигня. Потом уже, когда мне был день рождения, мы с моим другом Сашей и Аки, Саша он кореец, смешанный с японцем, который вырос в России. В общем, мы приехали отмечать днюху к этому профессору. Все нажрались, точнее я нажрался, как свинья, и еще профессор выпил. Саша не пьет, Аки тоже выпил. И Саша уехал домой. Мы остались. И происходит следующее. Я не говорил Аки, что эта комната какая-то такая непонятная, что я там что-то чувствовал в предыдущий раз. И мы легли спать опять в том же месте, на том же футоне. И мы улеглись уже вдвоем. И, значит, происходит следующее. Я к этому моменту уже нажрался. Вот я виски выпил огромное количество. И мне уже начало так... Мне уже, как сказать... Ну, я скажу откровенно. Просто я нажрался в говно, и все. И, в общем, я уснул, как вообще, как кролик. Растянул лапы в обе стороны, руки, ноги, и дрых просто. Аки меня дергает. Будет посреди ночи, где-то там, ну, три ночи. Говорит, Вова, Вова, я не могу спать. Я говорю, слушай, что случилось? Что не так? Что тебе не нравится? Она говорит, тут кто-то ходит. Я так думаю, ёптвою мать. Извиняюсь за выражение. Потому что, если бы я был на тот момент трезвый, я бы, наверное, вообще... Я бы в трусах, я не знаю, выбежал бы на улицу. Потому что я чувствовал примерно то же самое. Ну, и когда тебе второй человек говорит то же самое, тебе реально становится стрёмно, очень. Но меня только спасло, что я был очень сильно пьяный. Я говорю, аки, ну, слушай, фигня это всё, спи, спи. В итоге наутро, когда мы с ней начали общаться на эту тему, она говорит, что она вообще всю ночь не спала. Я говорю, что вообще случилось? Она говорит, представляешь, такая фигня. Вот у меня реально сейчас мурашки даже по всему телу в этот момент пошли. Вот когда я вот сейчас вам это говорю. Реально, вот у меня по всей голове аж... Она говорит, кто-то ночью туда-сюда ходил и открыл дверь и стоял, смотрел на нас. И вот так вот прошло часа, наверное, два. Вот. И я такой, ни хера себе, при том, при всём, что я ей не рассказывал, что было до этого, как я провёл предыдущую ночь в той комнате. Понимаете, к чему я? И вся фишка в том, что мы были вдвоём в комнате, Саша уехал, а профессор, мы слышали его храп. Вот такой вот... Так что... Это никто не мог быть... То есть, как бы сказать, какой-то другой человек. Это было жутко стрёмно. И я вообще больше никогда не хочу ехать в эту комнату. Точнее, ехать в комнату. Больше никогда не хочу проводить ночь в этой комнате. Это реально стрёмно очень было. И что самое стрёмное, вот я заметил, сама комната как комната. А это... Она находится на первом этаже, и окно само такое большое, застекольное, знаете, такое японское обычно. Оно выходит в такой двор зазелёный. И я смотрю вот на эти деревья, и в меня какой-то такой ужас. Просто такой... Как бы, знаете, холодный ветер. Где-то, вы знаете, по спине пробегает. И что-то вот наподобие. Если смотрел, кто-то фильм про клятия, или ещё что-то такое... Чувство какого-то страха. То есть... И больше ничего. Место именно такое, знаете, очень спокойное, но и одновременно страшное. Что-то вот такое. Может быть... Я не знаю. Может быть, на нас как-то подействовала природа. Но я бы не сказал, что это место было... Ну, прям вот совсем, знаете, то, что называется, прям деревня. Мы и до этого жили в Митаке, очень в таком зазелёном месте. Зазелёнённом месте, как вот здесь. Здесь много... Много всяких деревьев, много всяких кустов. Но тем не менее. Вот такая вот штука с нами произошла. Очень было страшно. И до сих пор мы это место вспоминаем. Может быть, там кого-то убили, или может, там что-то случилось. Но вот место явно такое нехорошее. Вот именно та комната. Вот. Вот так вот. Потом мы это сказали всё нашему профессору, другу нашему. Он сказал, всё, я там больше спать никогда не буду. Вот. Что они вот напугали... Что мы его напугали вообще до чёртиков. Что ему вообще страшно оставаться в этой квартире теперь к нам. Вот. Кстати, ещё вся фигня вдовес к тому, что это место было необычное. А эту квартиру сдавали всего за три мана. Представляете? А в квартире четыре комнаты. А, нет. Три комнаты. Так что судите сами. Ещё кухня такая обширная, просторная. Это вот практически как наша квартира. Но нашу квартиру за три мана не снимешь. Минимум. Минимум 15 манов. Месяц полторы тысячи баксов. Вот. Вот такая вот история. Интересная. С нами была в Японии. Сразу скажу. Вот. Это единственные два раза, которые со мной случались. Это вот в детстве. Вот я видел силуэт такой в окне. И вот. Это было ещё два года назад в Токио. Я столкнулся вот с такой фигней. Вот так вот. Надеюсь, было интересно. Если что, подписывайтесь, ставьте лайки. Кому понравилось. Всем счастливо. С вами был Владимир из Японии. Всё хорошо. Пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.